Приморский драматический театр имени Горького продолжает юбилейный сезон. В паркетном зале театра состоялась пресс-конференция, посвященная творческим итогам сезона, планам на будущее и премьерам, которые пройдут в этом году. Так, одна из самых ближайших – комедия «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского, приуроченная к 200-летию великого драматурга. Как отметил режиссер-постановщик спектакля Сергей Рудинок, несмотря на диалоги 19 века, местом действия будет современная Москва. Хоть и пьесу Островский написал полтора столетия назад, с тех пор ничего не изменилось. Деньги, как и жажда красивой жизни, всегда были одним из самых главных мотиваторов. Андрею Климову была поставлена сценографу и художнику по костюмам тоже задача сделать современные костюмы, но оно все очень красивое и такого вот, знаете, как это, такой вот прям современности, которую некоторые ожидают. Современный спектакль – это надо всех надеть в рваные какие-то джинсы, кеды, еще что-то. Этого не будет. Все очень красиво, все очень интеллигентно и очень стильно. Параллельно с репетицией комедия Островского проходила читкой еще одной ближайшей премьеры – 104 страницы про любовь по пьесе Эдварда Родзинского. Практически весь актерский состав – это молодые новые артисты театра. Они искренне непосредственные, незатасканные, у них свежий какой-то такой современный взгляд вообще на жизнь, на взаимоотношения. Мне кажется, вот это надо и ценить в этих ребятах. Также ведется серьезная работа над пьесой «Босиком по снегу» о тяжелой судьбе известной певицы Лидии Руслановой, которую будет играть актриса театра Наталья Овчинникова. Это очень интересная история, очень глубокая и очень тяжелая. То есть там мы работаем очень глубоко над всеми точными датами, над событиями, над каждой историей, над каждой биографией. Мы настолько углубляемся, чтобы мы не пропустили ничего. Впереди еще премьеры. С наступающим «Ни Сильва, ни Аперетта» спектакль «Чехов и Ко», который ставят Евгений Вегель, Валентин Запорожец и Сергей Лисенчук. А в июле театр отправляется на гастроли в Баку. Мы ищем, просто ломаем какую-то географию, не только в сознании себя в первую очередь. У людей сознание всегда пребывает. Они хотят прийти в русский профессиональный психологический театр. Они хотят смеяться, веселиться, отдыхать, но они хотят видеть искусство профессиональных людей. Также Ефим Звенятский сообщил, что театр заключил договор о сотрудничестве с региональным Гувсин и теперь они берут полномочия играть спектакли в колониях Приморского края.